Добрый день, друзья! Программа «Час» с Еленой Гордон и я ее ведущая. Гиды Мопассан. Сожаление. Рассказ. Господин Саваль, которого все в манты называют папаша Саваль, только что встал. Грустный осенний день. Моросит дождь. Падают листья. Они падают медленно, и кажется, будто идет другой дождь, более крупный и ленивый. У господина Савали не весело на душе. Он шагает по комнате, от камина к окну и обратно, от окна к камину. В жизни бывают порой мрачные дни, а для него теперь все дни будут мрачные. Ему шестьдесят два года. Он один, как перст, старый холостяк, не единой близкой души. Как грустно умереть вот так, в полном одиночестве, не видя у своего смертного одра преданного, любящего существа. Саваль думает о своей жизни, такой пустой и бесцветной. Он вспоминает давно минувшие дни. Своё детство, отцовский дом, родителей, потом коллеж, первые выезды в свет, изучение права в Париже. Потом болезнь и смерть отца. После смерти отца он вернулся из Парижа и поселился с матерью. Как покойно жили они тогда вдвоём. Молодой человек и старая женщина. И ничего-то на свете им больше не нужно было. Но вот умерла и мать. Как всё-таки печаль на жизни. Он остался один. А теперь и он вскоре умрёт. Он уйдёт из жизни, и всё для него кончится. Не будет больше на свете господина Поля Саваля. Как это ужасно. Другие люди будут жить, любить, улыбаться. Да, они будут веселиться. А его уже не станет. И как это люди могут радоваться, развлекаться, смеяться, когда над всеми нависла угроза неотвратимой смерти? Если бы она, эта смерть, была только чем-то вероятным, ещё можно было бы на что-то надеяться. Но нет, она сама неизбежность. Она так же неотвратима, как ночь после дня. Если бы, наконец, его жизнь была чем-то заполнена. Если бы он хоть чего-нибудь достиг. Если бы ему пришлось пережить на своём веку интересные яркие события, радость, удачь. Всякого рода удовольствия. Но нет, он ничего не изведал. Он только и делал всю жизнь, что спал, вставал, ел в определённые часы и снова ложился спать. И так он дожил до шестидесяти двух лет. Он даже не женился, как другие. А почему? В самом деле, почему же он не женился? Он вполне мог бы жениться, ведь у него были кое-какие средства. Может быть, просто подходящего случая не представилось? Возможно. Но ведь при желании случай всегда найдётся. Нет, просто он был слишком пассивен. Пассивность была основным пороком, несчастьем всей его жизни, самым большим его недостатком. Сколько людей из-за пассивности упускают своё счастье? Есть натура, которым всё на свете трудно. Подняться с постели, двигаться, решиться на что-нибудь, говорить, разобраться в каком-нибудь вопросе. Он даже не знает, что значит быть любимым. Ни разу на груди его не покоилась женщина в любовном упоении. Он не изведал ни сладостной тоски и ожидания, ни дивного трепета при пожатии любимой руки. Ни восторга торжествующей страсти. Господин Саваль в халате уселся возле камина, протянув ноги к огню. Да, жизнь его не удалась, решительно не удалась. А ведь и он любил в своё время. Любил тайно, мучительно. И как всё, что он делал, пассивно. Да, он любил госпожу Сандр, жену своего старого приятеля Сандра. Ах, если бы он встретил её до замужества. Уж ей-то он непременно сделал бы предложение. Но они узнали друг друга слишком поздно. Она была уже замужем. И всё же, как он её любил, влюбившись в беспамяти с первого взгляда. Саваль вспоминал, какое он испытывал волнение всякий раз при встрече с ней, и какую печаль при разлуке. Вспоминал, сколько бессонных ночей провёл в мечтах о ней. По утрам при пробуждении он бывал влюблён чуточку меньше, чем накануне вечером. Почему бы? А как она была тогда хороша! Как мила, белокурая, кудрявая хохотунья! Ну, разве Сандр ей пара? Теперь ей уже 58 лет. Кажется, она счастлива. Ах, если бы она его тогда полюбила! Если бы полюбила! Но почему бы ей было не полюбить его Саваля, раз он её любил так безумно? Если бы она хоть догадывалась, неужели она так-таки ничего не заметила? Ничего не поняла? А что, если бы он тогда признался ей в любви? Как бы она отнеслась к этому? Что бы ответила ему? И Саваль задавал себе всё новые и новые вопросы. Он старался воскресить в памяти былое в мельчайших подробностях. Он припоминал долгие вечера, проведённые ему Сандра за игрой в Экарте, когда жена его приятеля была ещё молода и так прелестна. Он вспоминал всё, что она ему тогда говорила, интонации её голоса, её молчаливые улыбки, которые были так красноречивы. Вспомнились ему и прогулки, которые они совершали втроём по берегам сены, завтраки на траве в воскресные дни, когда был свободен Сандр, служивший в суперфрефектуре. И вдруг, особенно ярко, у него вспыхнуло воспоминание об одной прогулке с нею вдвоём после полудня в рощице возле реки. Они выехали рано утром, захватив с собой свёртки с провизией. Был весёлый весенний пьянящий день. Кругом всё благоухало, всё дышало счастьем. Птицы щебетали как-то особенно радостно и носились в стремительном полёте. Позавтракали на лужайке под ивами у самой реки, которая, казалось, дремала в знойной ласке лучей. Тёплый воздух был напоён ароматами трав и цветов. Все трое жадно, с наслаждением дышали. О, какой это был чудесный день! После завтрака Сандр уснул, вытянувшись на спине. Никогда в жизни я не спал так сладко. Сказал он, пробудившись. Госпоза Сандра взяла Саваля под руку, и они вдвоём пошли по берегу. Она опиралась на его руку. Она весело смеялась и говорила. «Я совсем пьяна, мой друг, но совсем пьяна!» Он глядел на неё, и его охватывал невольный трепет. Он чувствовал, что бледнеет и боялся, как бы взгляд его не показался ей слишком дерзким, как бы дрожь руки не выдала его тайны. Она сплела венок из полевых трав и водяных лилий, и, надев его на свою кудрявую головку, спросила, «Нравлюсь я вам вот так?» Он молчал. Он не находил слов в ответ, но готов был упасть перед ней на колени. Тогда она рассмеялась каким-то раздражённым смехом и с досадой бросила ему. «Вот глупый! Ну, хоть бы что-нибудь сказал!» А он чуть не плакал, ни в силах вымолвить ни слова. Он вспомнил, как доверчиво она опиралась на его руку. Когда они наклонились, проходя под нависшими ветвями, он почувствовал, как её нежное ушко прикоснулось к его щеке и поспешно отстранился. Опасаясь, как бы она ни подумала, что он сделал это умышленно. А какой странный взгляд метнула она на него, когда он сказал, «Не пора ли нам вернуться?» Да, она поглядела на него как-то особенно. Тогда он не придал этому значения, а теперь вдруг вспомнил. «Как хотите, друг мой, вернёмся, если вы устали», отвечала она. «Да нет», — возразил он, «Не то, чтобы я устал, но, может быть, Сандр уже проснулся?» Она пожала плечами. «Конечно, если уж вы так боитесь, как бы не проснулся мой муж, тогда другое дело, вернёмся». На обратном пути она была молчалива и уже не опиралась на его руку. «Почему бы?» «Ещё ни разу не задавал себе Саваль такого вопроса. И вот теперь ему вдруг почудилось, что он угадал нечто такое, что до сих пор ему и в голову не приходило. Неужели же?» Саваль почувствовал, что краснеет, и вскочил в смятение, как будто он помолодел лет на тридцать. И вдруг он услышал, как голос госпожи Сандр произнёс. «Я люблю вас. Да полно. Возможно ли это?» Закравшаяся в душу догадка терзала его. «Неужели он и в самом деле проглядел тогда? Не понял. А что, если это так и было? Что, если он прошёл мимо своего счастья?» И он сказал себе, «Я должен знать. Я не могу оставаться в сомнении. Я должен всё узнать». Он быстро, торопливо оделся, размышляя. «Мне уже шестьдесят два года. Ей пятьдесят восемь. Я вполне могу у неё спросить». И он отправился к ней. Дом Сандры находился на той же улице, почти против его дома. Он взошёл на крыльцо. На стук молотка дверь открыла молоденькая служанка. Она удивилась, увидев его в такой необычный час. «Так рано, господин Саваль. Уж не случилось ли чего?» «Нет, голубушка», – отвечал Саваль. «Но пойди скажи барыне, что мне очень нужно видеть её сейчас же». «А барыня занята. Она на кухне варит грушевое варенье на зиму. И знаете, она не одета. Да-да, хорошо. Но скажи, что мне нужно поговорить с ней по очень важному делу». Служанка ушла. Саваль в волнении крупными шагами ходил по гостиной. «Ничего», – успокаивал он себя. «Я спрошу её об этом очень просто, как попросил бы рецепт какого-нибудь блюда. Ведь мне уже шестьдесят два года». Но вот отворилась дверь, и она вошла. Теперь это была очень грузная женщина с полными щеками и звонким смехом. Она шла, широко расставив по локоть, голые, липкие от сиропа руки. «Что с вами, друг мой? Уж не больны ли вы?» – участливо спросила она. «Нет, дорогая. Я просто хотела спросить вас кое о чём. Очень для меня важном. Только обещайте, что ответите мне вполне откровенно». «Но ведь я же всегда откровенна», – улыбнулась она. «Говорите?» «Ну так вот. Я полюбил вас с первого взгляда. Догадывались вы об этом?» Она засмеялась, и в голосе её прозвучали прежние, давно забытые интонации. «Вот глупый. Да я поняла это с первого же дня». Саваль задрожал. «Вы знали? Но тогда...» – пролепетал он. Голос его оборвался. «Тогда? Ну что тогда?» – спросила она. «Тогда...» – продолжал Саваль. «Тогда...» «Ну как бы вы к этому отнеслись? Что бы вы мне ответили?» Она рассмеялась ещё громче. Капли сиропа стекали у неё с пальцев и падали на паркет. «И я?» «Но ведь вы меня так ни о чём и не спросили. Не самой же мне было признаваться вам?» Он шагнул ближе. «Скажите...» «Скажите...» «Вы...» «Ведь вы не забыли ещё тот день, когда Сандор уснул на траве после завтрака, а мы...» «Мы гуляли вдвоём и дошли до того поворота. Помните?» Он ждал ответа. Она перестала смеяться и посмотрела ему прямо в глаза. «Но, разумеется, я помню тот день...» Весь дрожа он продолжал. «Так вот...» «А что если бы...» «Что если бы в тот день...» «Если бы я был тогда смелее?» «Как бы вы поступили?» Она снова улыбнулась беззаботной улыбкой счастливой женщины и звонким голосом с нотками лёгкой иронии ответила напрямик. «Я уступила бы, мой друг!» Потом, оставив его одного, убежала к своему варенью. Саваль вышел на улицу подавленный, будто на него обрушилось тяжкое горе, большими шагами, не глядя по сторонам, шёл он под дождём, куда глаза глядят, не замечая даже, что спускается к реке. Дойдя до сены, он повернул направо и зашагал вдоль берега. Он шёл долго, словно подгоняемый какой-то тайной силой. Он промок до нитки, с его шляпы, размокшей и похожей на мятую тряпку, словно с крыши стекала вода. А он шёл всё дальше и дальше, и вот очутился на том самом месте, где они завтракали втроём в давно минувший день, воспоминание о котором терзало его душу. Тут он опустился на траву под сводом обнажённых ветвей и заплакал. Гиды Мапасан. Испытание. Рассказ. Примерная это была чета, чета Банделей, хотя и немного воинственная. Муж и жена часто ссорились по пустякам, но потом снова мирились. В прошлом Бандель был коммерсантом. Скопев достаточно, чтобы жить согласно своим скромным вкусам, он покончил с делами, снял в Сен-Жермении маленький домик и поселился там вместе с женой. Это был человек спокойный, с определёнными, твёрдо установившимися понятиями. Он получил некоторое образование, читал серьёзные журналы и вместе с тем ценил гальское остроумие. Будучи наделён логическим умом и практическим здравым смыслом, он думал мало, но был уверен в правоте своих суждений и никогда ничего не решал, пока не находил доводов, непогрешимость которых подтверждалась бы его природным чутьём. Он был среднего роста, с лёгкой проседью, почтенной внешности. Жена его, обладая прекрасными качествами, не была лишена и некоторых недостатков. При вспыльчивом характере, прямоте в обращении, граничившей с деспотизмом и непреодолимом упрямстве, она была непримирима и злопамятна. Когда-то очень хорошенькая, она потом располнела и стала слишком румяна, но в своём квартале Сен-Жермен всё ещё считалась очень красивой женщиной, пышущей здоровьем и надменной. Пререкания почти всегда начинались за завтраком. По какому-нибудь пустяшному поводу и супруги оставались в ссоре до вечера, а иногда и до следующего дня. В их жизни такой простой, такой однообразной, всякая мелочь становилась серьёзным событием, и любой предмет разговора служил поводом для препирательств. Этого не случалось прежде, когда у них было дело, которое занимало обоих, объединяло их мысли, сближало и как бы опутывало супругов сетью сотрудничества и общих интересов. В Сен-Жермене они мало с кем встречались. Надо было заводить новые знакомства, надо было среди чужих людей создавать для себя новую и притом праздную жизнь. Из-за этой монотонности существования супруги стали раздражать друг друга и спокойное счастье, на которое они надеялись и которого ждали с такой уверенностью, не приходило. Однажды утром, в июне месяце, садясь завтракать, Бандель спросил, «Ты знаешь ту семью, что живёт в маленьком красном домике в конце улицы Берсо?» госпожа Бандель, очевидно, встала с левой ноги. Она отвечала, «И да, и нет. Знаю, да знать не хочу. Почему же? Они производят очень приятные впечатления. А уж потому. Сегодня на террасе я встретил мужа, и мы прошли вместе с ним два круга». И, почуяв в воздухе опасность, Бандель добавил, «Он первый подошёл ко мне и заговорил». Жена недовольно взглянула на него и сказала, «Ты хорошо сделаешь, если впредь будешь избегать таких встреч». «Это почему?» «Потому что об этих людях ходят сплетни». «Какие сплетни?» «Какие сплетни, бог мой, ну, самые обыкновенные». Господин Бандель сделал ошибку. Он ответил с некоторой горячностью, «Ты прекрасно знаешь, мой друг, что я не выношу сплетен, и стоит мне их услышать про человека, как он тем самым становится мне симпатичен. А что касается этой семьи, то она мне очень нравится». Она вспылила. «Может быть, и жена тоже?» «Ну да, и жена, хотя я даже не успел её разглядеть». Ссора, становясь всё ядовитее, разгоралась вокруг той же темы, так как другой не было. Госпожа Бандель упорно не желала сказать, какие именно сплетни ходили о соседях. Она намекала, что это нечто очень скверное, но пояснить не хотела. Бандель пожимал плечами и подсмеивался. Чем ещё больше раздражал жену. Кончилось тем, что она закричала. «Ну хорошо, этому самому господину наставили рога, вот что!» Муж спокойно возразил. «Не вижу, почему это может уронить достоинство человека». Она была поражена. «Как? Ты не видишь? Не видишь? Ну, это уж слишком. Ты не видишь. Да ведь это публичный скандал. Раз он рогат, значит, он обесчищен». Он отвечал. «Ничего подобного. Неужели человек теряет честь, если его обманывают? Если его предают? Если его обкрадывают? Ну уж нет. Я, пожалуй, соглашусь с тобой, что, изменяя мужу, жена позорит себя, но отнюдь не его». Она пришла в ярость. «Измена позорит и мужа, и жену. Это бесчестье для того и другого. Это публичный скандал». Бандель спросил с полным спокойствием. «Прежде всего, правда ли это? Кто может это утверждать, если любовники не пойманы на месте преступления?» Госпожа Бандель заёрзала на стуле. «Что? Кто может утверждать? Да решительно все, все кругом. Такие вещи видны, как на ладони. Все это знают, все об этом говорят. Никаких сомнений тут нет. Это ясно, как божий день». Банделю смехнулся. «Люди очень долго думали, что солнце вращается вокруг земли, и верили множеству подобных басен, которые были не менее известны, но ошибочны. Этот человек просто обожает жену. Он говорит о ней с такой нежностью, с таким уважением. Все это вздор». Госпожа Бандель затопала ногами и прошипела. «Да ведь он ни о чём не догадывается, этот олух, этот одураченный кретин». Бандель не злился. Он рассуждал. «Извини, пожалуйста, этот господин вовсе не глуп. Напротив, он показался мне человеком очень тонким и умным. И ты не убедишь меня, что умный человек может не заметить подобные вещи в своём собственном доме, когда соседи, которые живут в других домах, не упускают ни одной подробности романа. Не правда ли? Ведь они, конечно, не упустили ни одной мелочи». Госпожой Бандель внезапно овладел приступ лихорадочной весёлости, раздражающее действовавший, на нервы мужа. «Хм, все мужья одинаковы. Все, все. Хоть бы один на свете заметил подобную штуку, пока его не ткнёшь носом». Спор отклонился от темы. Теперь перешли к вопросу о слепоте обманутых мужей. Бандель сомневался в ней, а госпожа Бандель настаивала, и её презрение носило настолько личный характер, что под конец супруг рассердился. Тогда закипел отчаянный спор. Жена стояла на стороне женщин, муж брал под защиту мужчин. Он имел дерзость заявить. «Но уж если бы ты вздумала меня обмануть, то, клянусь, я бы сразу заметил, и я бы у тебя отбил охоту, да так, что ни один врач не поднял бы тебя на ноги». Она вспыхнула от ярости и закричала ему прямо в лицо. «Ты? Ты? Да ты так же глуп, как и прочие, понял?» Он снова подтвердил. «Клянусь тебе, что нет». Она расхохоталась с такой наглостью, что у него забилось сердце и по коже побежали мурашки. Он сказал в третий раз. «Уж я бы заметил». Она встала, продолжая всё так же смеяться. «Нет, это уж слишком», сказала она и вышла из комнаты, хлопнув дверью. Бандель остался один и в очень дурном настроении. Этот дерзкий, вызывающий смех подействовал на него, как укус ядовитой мухи, в первый момент незаметный, а затем вызывающий жгучую боль, которая вскоре становится невыносимой. Он вышел из дому и зашагал в задумчивости. Уединённость его теперешней жизни поддерживала в нём печальные мысли и наклонность видеть всё в мрачном свете. Вдруг показался сосед, которого он встретил утром. Они обменялись рукопожатием и завели беседу. Перебрав несколько тем, они заговорили о своих жёнах. Казалось, у обоих накопилось в душе нечто, чем хотелось бы поделиться, какие-то смутные, неопределённые, тягостные мысли по поводу тех существ, которые были соединены с ними на всю жизнь, по поводу жён. Сосед говорил, «Право можно иной раз подумать, что они особенно враждебны к мужьям только потому, что это мужья. Я люблю свою жену. Я очень люблю её, ценю и уважаю. И что ж, иногда она как будто держит себя с нашими друзьями гораздо непринуждённее и относится к ним доверчивее, чем ко мне». Бандель тотчас подумал, «Так оно и есть. Жена была права». Расставшись с этим человеком, он погрузился в размышления. Он ощущал в душе какой-то клубок противоречий, какое-то болезненное раздражение, а в ушах его ещё слышался этот дерзкий, злорадный смех, в котором звучало, «Да, и с тобой случалось то же, что и с другими, дурак ты этакий». Конечно, это была только бравада, наглая бравада женщины, готовой на всё и рискующей всем, лишь бы оскорбить, лишь бы унизить рассердившего её мужчину. «Стало быть, этот бедняга, тоже обманутый муж, как многие другие, он с грустью сказал, «Иногда она, как будто, держит себя с нашими друзьями гораздо непринуждённее и относится к ним доверчивее, чем ко мне». Вот так-то муж, тот сентиментальный слепец, которого закон именует мужем, формирует замеченное им предпочтение своей жены к другому мужчине. И это всё. Больше он ничего не видит. Он такой же, как и прочие, как и все. И Бандели рассмеялся так же странно, как его жена. «Ты тоже, ты тоже! Как они сумасбродны и неосторожны, эти женщины, если только из желания подразнить, готовы возбудить вас подобные подозрения». Он стал перебирать события своей жизни с женой и всех старых знакомых, стараясь припомнить, не вела ли она себя когда-нибудь и с кем-нибудь непринуждённее и доверчивее, чем с ним. Он был всегда так спокоен, так уверен в ней, что никогда никого не подозревал. Но нет, у неё был один друг, задушевный друг, почти целый год, приходивший к ним обедать три раза в неделю. Танкре, этот милый Танкре, славный Танкре, которого Бандели любил как брата и с которым продолжал встречаться украдкой с тех пор, как жена рассорилась с этим прекрасным человеком неизвестно из-за чего. Бандели становился и задумался, беспокойно вглядываясь в прошлое. Потом в нём поднялось отвращение к самому себе, к этим постыдным мыслям, нашёптываемым, злым, ревнимым и подозрительным я, которое живёт во всех нас. Он стал ругать, обвинять и стыдить себя, но в то же время вспоминал визиты и поведение этого друга, которого жена сначала так высоко ценила, а потом выгнала без всяких оснований. Но тут внезапно всплыли и другие воспоминания о таких же разрывах, вызванных мстительным характером госпожи Бандели, которая никогда не прощала обид. И он облегчённо рассмеялся над самим собой, над тоской, начинавшей мучить его, а вспомнив злобное выражение лица, с каким супруга выслушивала его, когда он говорил ей, вернувшись вечером домой, «Я встретил сегодня этого милого танкре, он спрашивал о тебе». Бандели окончательно успокоился. Она обычно отвечала, «Если ты ещё раз увидишь этого господина, можешь сказать ему, чтобы он обо мне не заботился». О, как раздражённо, как сердито произносила она эти слова. Чувствовалось, что она не простила, что она никогда не простит, и он мог подозревать хоть одну минуту. Боже, как глупо! А всё-таки, за что же она так разобиделась? Она никогда не говорила ни о настоящих причинах, вызвавших этот разрыв, ни о том, почему она так долго сердится, а она очень сердится, страшно сердится. «Неужели? Но нет, нет». И Бандель решил, что, допуская подобные мысли, он себя унижает. Да, он, несомненно, унижает себя, но он не мог не думать об этом и с ужасом задавал себе вопрос, неужели им навеки завладели эти внезапно возникшие мысли, не завелся ли у него в сердце зародыш постоянного мучения. Он знал всегда, он знал себя, он всегда был таким, он перешевывал теперь свои сомнения, как прежде обдумывал свои коммерческие операции, бесконечно, днем и ночью, взвешивая все за и против. Он был раздражен и шел все быстрее, теряя свое обычное спокойствие. Перед мыслями человек бессилен, они неуловимы, их нельзя прогнать, нельзя убить. Внезапно ему пришла в голову одна идея, дерзкая, такая дерзкая, что он сначала усомнился, сможет ли осуществить ее. Всякий раз, как он встречал Танкре, тот спрашивал его о госпоже Банделе, на что Банделе отвечал, она все еще сердится. И больше ничего. Боже, неужели он сам тоже ослепленный муж? Быть может. И так он сядет в парижский поезд, отправится к Танкре, уверит его, что непонятный гнев жены утих и сегодня же вечером привезет его с собой. Да, но какое лицо сделает госпожа Банделе, какую сцену, в какой она будет ярости, какой устроит скандал. Ну что ж, так ей надо. Он отомстит этим за ее смех, а увидев их встречу, для нее совершенно неожиданную, прочтет на лицах обоих отражение истинных чувств. Он сейчас пошел на станцию, взял билет и сел вагон, но когда поезд тронулся и стал спускаться по склону Пека, у него даже голова закружилась от страха перед своей затеей. Чтобы не сдастся, не отступить, не вернуться одному, он силился не думать о том, что затеял, заняться другими мыслями и выполнить свое намерение со слепой решимостью. До самого Парижа Как только он увидел знакомую дорогу, которая должна была привезти его на улицу, где жил Танкре, ему вдруг захотелось отдалить встречу. Он медленно проходил мимо магазинов, интересовался новыми товарами, замечал цены. Он решил выпить пиво, что совсем не входило в его привычки, а приближаясь к дому приятеля, ощутил желание не застать его. Но Танкре был дома один и читал. Он удивился, вскочил и закричал. А, Бандель, как приятно, смущенный Бандель отвечал. Да, мой друг, у меня были в Париже кое-какие дела, и я забежал повидать вас. Это очень-очень мило, тем более, что вы как будто утратили привычку заходить ко мне. Что поделаешь, человек, знаете ли, невольно поддается влиянию, а так как жена моя, кажется, немного сердилась на вас? Черт возьми, кажется, она больше, сердилась, она выставила меня за дверь. Но из-за чего? Я так до сих пор и не знаю. А, пустяки, глупости, мы поспорили, я с ней не согласился. О чем же вы спорили? Об одной даме, вы, может быть, слышали о ней, госпожа Бутен, одна из моих приятельниц. Ах, вот что. Ну, отлично, мне кажется, что жена уже перестала на вас сердиться. Нынче утром она говорила о вас в очень дружеских выражениях. Танкре вздрогнул и, казалось, был так поражен, что несколько секунд не знал, что сказать. Наконец он спросил. Говорила обо мне? В дружеских выражениях? Да. Вы уверены? Еще бы. Не во сне же я видел. А потом? А потом? Потом, приехав в город, я подумал, что вам, пожалуй, будет приятно узнать об этом. Еще бы. Еще бы. Бандель, казалось, колебался, но, помолчав, сказал, у меня даже явилась мысль, довольно оригинальная мысль, а именно, привезти вас к нам обедать. При таком предложении осторожный от природы Танкре как будто обеспокоился. О, вы думаете? Но возможно ли неприятности? Да нет же, нет. Дело в том, что вы ведь знаете, госпожа Бандель довольно злопамятна. Да, но, уверяю вас, она больше не сердится. Я убежден, что ей будет очень приятно увидеть вас так неожиданно. В самом деле? О, конечно. Ну, что ж, едем, дорогой, я прямо в восторге. Видите ли, меня эта ссора очень огорчала, и они пошли под руку на вокзал Сен-Лазар. Ехали они молча. Оба, казалось, были поглощены своими мыслями. Они сидели в вагоне один против другого, не говоря ни слова, но каждый видел, как его спутник бледен. Выйдя на станции, они снова взялись под руку, как бы объединяясь против общей опасности, и после нескольких минут ходьбы, немного запыхавшись, остановились перед домом Банделей. Бандель пропустил приятеля вперед, прошел за ним в гостиную, позвал служанку и спросил, «Барыня дома?» «Да, сударь. Попросите ее, пожалуйста, немедля спуститься вниз. Сейчас, сударь». Усевшись в кресло, они стали ждать, хотя обоим им только и хотелось убежать отсюда, пока на пороге не появилась грозная особа. Знакомые шаги, тяжелые шаги застучали по ступенькам лестницы, и мужчины увидели, как поворачивается медная ручка. Дверь распахнулась, и госпожа Бандель остановилась, чтобы осмотреться, прежде чем войти. Она взглянула, вздрогнула, покраснела, отступила на полшага, потом замерла на месте, держась руками за дверные косяки. Щеки ее пылали. Танкре, который был теперь бледен, словно собираясь упасть в обморок, вскочил, уронив шляпу. Она покатилась по полу. Боже мой, сударыня, это я, я полагал, я осмелился, мне было так тяжело, бормотал он. Она не отвечала, и он продолжал. Вы прощаете меня? Теперь. И вдруг она, словно ее что-то толкнула, подошла к нему, протянув обе руки. И когда Танкре схватил эти руки, сжал их и задержал своих, она проговорила тихим голосом, взволнованным, срывающимся, замирающим, какого муж у нее не знал. Ах, дорогой мой друг, я так рада. И Бандель, наблюдавший за ними, весь похолодел, словно его окунули в ледяную воду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok